Большие окна, старая кирпичная кладка. По внешнему виду этого здания сразу видно, что это была школа. Но в годы Великой Отечественной войны здесь еще был и госпиталь. Здание школы построено в конце 30-х годов в классическом советском стиле. Максимально удобное расположение между Можайским шоссе и железнодорожной станцией стало причиной для обоснования здесь госпиталей. Само здание позволяло разместить здесь достаточно большой коллектив людей. То есть все было приспособлено, вода была, просторные комнаты. То есть место идеальное. И не случайно госпитали старались располагаться именно в зданиях бывших школ, бывших домов отдыха, усадьбах. 105-й и 174-й походно-полевые госпитали Западного фронта функционировали до 1942 года. Их основной задачей было подготовить больных к транспортировке в тыл. Сколько солдат здесь удалось вылечить и поставить на ноги, неизвестно. Но учет скончавшихся в госпиталях бойцов вели строго. На мемориале, который расположен как раз на территории госпитального кладбища, запечатлены фамилии на данный момент 233 умерших в этом госпитале. Их фамилии помещены на мраморные доски. У вечного огня. Погибших от ран хоронили рядом с госпиталем в братской могиле. Сейчас границы этого кладбища можно представить с трудом. Лишь фамилии на мраморных досках и вечный огонь хранят память о наших защитниках. Обучение в здании школы после войны возобновилось. Школа несколько раз меняла свое название. Она была и 128-й, и 28-й, и 8-й Звенигородской политехнической. А с конца 60-х годов она уже получила привычное название 5-я. И в 75-м году она переехала уже в новое здание, там, где она находится сейчас. Более подробно об истории старинного здания 5-й школы и функционировании здесь во время Великой Отечественной войны походно-полевых госпиталей вы узнаете в программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».